Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В сети появились еще фотографии со свадьбы Ольги Рапунцеля Димы Дмитренко. Их публикуют зрители, а также сестра Ольги. Ее сестра очень болезненно воспринимает критические замечания пользователей сети. «Почему вы такие злые?» – пишет девушка. «В первую очередь посмотри на себя, затем подумай, нужно ли обсуждать других людей». Вика Романец высказалась о свадебном наряде Ольги. «Это платье, – пишет она, – дал журнал за рекламу. Никто ничего не платил ни копейки. Букет тоже за рекламу. Все будет отработано в журнале рекламой». Поползли слухи об интимной связи Захара Саленко с ведущей Дома-2 Катей Жужей. Ирина Донцова утверждает, что он вовсе ухлёстывает за ней. Причем делает это не по указке организаторов, а исключительно по собственному желанию. Также Донцова-старшая проболталась, что ребята часто выезжают за периметр вдвоем. И вовсе не для дружеских бесед. Юлиана Богомолова не простила Виталия Малышева, она заселилась с Никитой Шалюковым. Зрителям Дома-2 не мог не запомниться смелый образ Саши Черно, который мы наблюдали в эфире «Дом-2. Разбор». Саша станцевала для Иосифа танец в одних трусах и в гриме под леопарда. Черно пишет, «Какой же ажиотаж вызвал этот эфир. Следите, пожалуйста, лучше за собой. И поймите же вы, наконец, что мне на чужое мнение все равно». Ольга Абузова поделилась снимком. Она продемонстрировала перстень с огромным синим камнем. Ольга намекает на то, что это подарок ее поклонника. Подписчики обсудили не только перстень, но и ужасную руку Ольги и безобразный, по их мнению, маникюр и старую кожу. В сети высмеяли внешность Вики Романец после очередного хирургического вмешательства. На скриншотах, сделанных во время видеотрансляции, видно, что лицо Вики просто изуродовано пластикой. Вика же настаивает на том, что такой эффект создают ее дорогие виниры и бесится от насмешек недоброжелателей. Также активно обсуждают и внешность Даши Пынзарь после того, как она исправила себе контур лица. Девушки советуют остановиться и перестать себя уродовать. Семья Пынзарь вышла в свет. Ребята появились на светском мероприятии на центральном московском ипподроме, где проходят скачки Гран-при радио Монте-Карло. Певец Кайметов ответил на вопросы насчет отцовства ребенка Жени Феофилактовой. Во время беременности Евгении ходили слухи о том, что именно он является отцом ребенка, а Антона Гусева называли не более чем удачным и вовремя появившимся прикрытием для Жени и ее связи с певцом. Метов сказал журналистам, что он никогда не состоял в интимной связи с Женей, но он не стал отрицать то, что Феофилактова вела свободный образ жизни и регулярно появлялась в его ночном клубе каждый раз с разными парнями. Закончилась судебная тяжба между Ириной Агибаловой и Татьяной Африкантовой. Агибалова отозвала иск, сославшись на головные боли. Она заявила, что здоровье дороже. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.